Обращение инвалидов первой группы по зрению к общественности Республики Казахстан и к президенту страны Тукаеву Касымжумарту Кимеловичу. Уважаемый Мухтар Кабулович, мы благодарны вам за то, что вы опубликовали наше обращение. Именно благодаря вашему каналу общественность Казахстана бурно отреагировала на наше обращение. Мы пока не знаем реакции руководства страны и реакции правоохранительных органов, но надеемся, что изложенные нами факты будут расследованы. В прошлом обращении мы изложили факты на примере только одного корпоративного фонда Ерекшетандау Общественного объединения неунывающих инвалидов. Сегодня хотим привести факты хищения нескольких корпоративных фондов Общественного объединения Казахского общества слепых. В госзакупках участвуют 57 корпоративных фондов и 29 предприятий Казахского общества слепых. В отличие от корпоративных фондов, предприятия Казахского общества слепых имеют свою материальную базу. Только в городе Алматы есть три предприятия. Предприятие номер один находится в центре города, производственной площади которого составляет 11 тысяч квадратных метров, на котором когда-то работало около тысячи инвалидов по зрению. Все эти площади сегодня сдаются в аренду, а на предприятии работает не более 50 человек. Такая же картина и на других двух предприятиях, одна из которых находится по проспекту Суинбая, а другое по улице Волочаевской. Эти предприятия также имеют площади приблизительно такие же, как у предприятия номер один. По всей республике арендная плата за предприятие составляет более миллиарда тенге в год и контролируется централизованно Наурызбаевым, Алматом, Сабиджановичем. Наше государство заботится о трудоустройстве инвалидов и на эти цели выделяет огромные бюджетные средства по госзакупкам. И если бы эти выделяемые средства использовались по назначению, то на сегодняшний день были бы трудоустроены все инвалиды, желающие работать, а их тысячи. Но, к сожалению, за исключением исполнение договора по госзакупкам передаются бизнесменам, которые от имени наших предприятий выполняют госзаказ. Исполняется это таким образом. Постельное белье, спецодежда или мебель закупается в Киргизии, Узбекистане или Китае. То есть наше государство обеспечивает рабочими местами не наших инвалидов, а рабочих других стран. Предприятия же, которые исполняют небольшие госзаказы сами, привлекая труд наших инвалидов, выполняют этот госзаказ несоответствующего качества. Чтобы заказчики приняли некачественный товар, руководители этих предприятий подкупают должностных лиц заказчиков. Некачественный товар поставляется не потому, что инвалиды плохо работают, а по причине того, что закупается некачественный материал и намеренно экономит на качество готовой продукции. В частности, изготавливая постельное белье, с Узбекистана закупается самый дешевый и некачественный материал. Размеры белья на 10-15 см меньше стандарта. Ткань при первом же использовании рвется. То же происходит и с матрасами. На матраснике шьются с некачественного материала, а вместо ваты в матрасы наполняют все, что угодно. Когда заказы передаются на исполнение бизнесменам, они оплачивают 8% от объема стоимости госзаказа корпоративному фонду и 8% лично руководству Казахского общества слепых. В результате основная масса инвалидов остается нетрудоустроенными. Если взять к примеру ситуацию в корпоративном фонде «Сырдарья» Казахского общества слепых Казалардинской области, заключен договор с государственным учреждением на поставку ноутбуков на 130 миллионов тенге. Посредники, участвующие в поставке ноутбуков, украли 81 миллион тенге, то есть на такую сумму была завышена стоимость ноутбуков. Другой пример. Бухгалтер корпоративных фондов «Арал» и «Казалы», открыв собственное предприятие, в течение полугода, в 19-20-х годах, перечислил в свою фирму с этих фондов сумму более 6 миллионов тенге. И при этом президенты корпоративных фондов и 29 предприятий Казахского общества слепых находятся в городе «Арал» и в городе «Казалинск» по месту нахождения юрлица. А бухгалтер этих двух корпоративных фондов находится в центральном офисе Казахского общества слепых в городе Нур-Султан. Все бухгалтерские операции проводятся в городе Нур-Султан, поэтому президенты этих фондов, находясь в своих городах, не ведают, что творится в их собственной бухгалтерии. Конечно же, без ведома председателя Казахского общества слепых на Урызбаева, бухгалтер этих корпоративных фондов, находясь в центральном офисе казахского общества слепых, не могла бы украсть такую сумму. Нам неизвестно, что творится в остальных 55 корпоративных фондов казахского общества слепых, бухгалтерия которых также централизирована и находится в центральном офисе. Среди остальных корпоративных фондов есть фонды, который осваивает госзакупки миллиардами тенге. И кто руководит всеми этими корпоративными фондами, от нас тщательно скрывает, так как большинство из них формально оформлены. А реально за всеми стоит Наурсбаев Алмат Собиджанович. Так было не всегда. До 8 февраля 2017 года бухгалтера всех корпоративных фондов находились на местах. И каждый президент корпоративного фонда мог лично контролировать финансовую деятельность фонда. На сегодня президенты фондов такой возможности лишены. Кратко о личности и правоспособности Наурсбаева в его должности. 8 и 9 февраля 2017 года в городе Астане проходил съезд Казахского общества слепых. Согласно действующему уставу, на тот момент первым руководителем Казахского общества слепых избирался президент, одновременно избирая президента членом Центрального управления и председателем Центрального управления Казахского общества слепых. На съезде был принят новый устав, которым первый руководитель Казахского общества слепых избирается на пленуме правления. И этот устав был зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 марта 2017 года. То есть юридическую силу устав приобрел только 14 марта 2017 года. Но Наурсбаева избрали председателем Центрального управления 8 февраля 2017 года по нормам устава, который еще и не имел юридическую силу. Кроме того, Наурсбаев 14 марта 2017 года при регистрации устава самовольно изменил одну статью устава, в котором было требование наличия высшего образования к претенденту на должность первого руководителя Казахского общества слепых. В таком виде был зарегистрирован устав, впоследствии чего эти изменения стали известны делегатам съезда, вследствие чего выяснилось, для чего была изменена данная статья устава. Оказалось, что у Наурсбаева в момент его избрания председателем не было высшего образования. Кроме того, обнаружился факт, что у Наурсбаева есть долг в размере 134 миллионов тенге решением суда от 26 октября 2015 года. Эти неоспоримые факты были предметом рассмотрения судов города Астаны, дошли вплоть до Верховного суда. Только наличие этих двух фактов, отсутствие высшего образования и наличие долгов у Наурсбаева достаточно были, чтобы считать неправомерным регистрацию нового устава Министерством юстиции. В последствии были вынесены неправосудные судебные акты в связи с этим. Не хотим лить грязь на всех судей, но, к сожалению, в каждом суде, начиная с районного и заканчивая Верховным судом, есть дежурные судьи, которые исполняют заказные суды. При этом вынося неправосудные судебные акты, твердо зная, что вынесенные ими судебные акты будут гарантированно поддержаны следующими инстанциями. Таким судьям относятся судьи города Нурсултан, Ермаганбетова, К.А. и Баталова, Б.К. С помощью этих судей Наурсбаеву удалось подкупным путем оказаться у руля казахского общества слепых. Мошенничество Наурсбаева заключается в следующем. 28 октября 2019 года Наурсбаев провел съезд казахского общества слепых, не избирая делегатов съезда, и на этом съезде внес изменения в устав, вновь возвратив требования претенденту на должность первого руководителя наличия высшего образования. Так как на этот момент Наурсбаев сумел приобрести диплом о высшем образовании в каком-то российском вузе, и эти изменения вновь зарегистрированы в Министерстве юстиции, несмотря на наличие у Наурсбаева, имеющего долга 130 миллионов тенге. И эта незаконная регистрация устава с внесенными изменениями оспаривается в суде города Нур-Султан. К сожалению, данный иск вновь рассматривает дежурная в кавычках судья Ермагомбетова, и нетрудно догадаться, какой судебный акт будет вынесен. Если общественность нашей страны захочет быть в курсе каких-то еще, какие еще должностные лица помогают мошеннику, коррупционеру Наурсбаеву, мы имеем все данные и можем изложить их в следующем обращении. Мы просим президента Касымжемарта Кимеловича дать задание Генеральной прокуратуре провести расследование по изложенным нами фактам в сфере госзакупок по социальным программам, как в отношении должностных лиц инвалидных организаций, так и в отношении государственных служащих, помогающих и участвующих в этой системной коррупции. С уважением, инвалиды первой группы по зрению.